Приветствую всех, с вами канал ProMint. В данном видео я хочу показать, как можно поставить ноду в проекте SUI. Сейчас идет вторая фаза тестнета, которая началась 25 января и продлится ориентировочно 2-3 недели. На текущий момент установлено 7500 нод, что прям очень мало для проекта такого уровня. Как и предполагалось, хайп по нодам утих после аптаса, поэтому скоро кто-то опять может хорошо так раздать. Не исключаю, что это будет именно SUI. Для установки ноды вам не нужно быть гением программирования, достаточно просто повторить за мной. Все довольно-таки просто. Для начала нам нужно арендовать сервер, ведь именно на нем будет автономно функционировать наша нода. Я буду показывать на примере хостинга VDS, достаточно просто зарегистрироваться, никаких личных данных указывать не нужно, можно пополнить с помощью русской карты или криптой. Для тех, кто хочет использовать зарубежные хостинг-провайдеры, могу посоветовать воспользоваться моим KYC-сервисом, пройдем верификацию на любых площадках. Также подскажу, как можно оплачивать услуги из России. Переходим на сайт хостинга из гайда, просто регистрируйтесь, во вкладочке финансы можно пополнить свой личный кабинет и нажимаем создать сервер. Обязательно выбираем Ubuntu 20.04 и я рекомендую выставлять следующие характеристики сервера. Это 10 ядер процессор, 16 гб оперативная память и хранилище возьмите побольше, где-то 800 гигабайт. В геолокацию я поставил Амстердам и автоматическую резервную копию советую убрать, чтобы у вас не списывались лишние деньги. Установка сервера займет 2-3 минуты. Кликаем по нему и для входа нам потребуется IP-адрес и также пароль. Можно будет воспользоваться приложением MobExtern, оно бесплатно и довольно-таки распространенно. Копируем адрес нашего сервера, нажимаем New Session, SSH подключение, вставляем IP-шник и пишем пользователь root, он у всех одинаковый. И дальше просто копируем наш пароль, вставляем правой кнопочкой мыши, пароль в линуксе не отображается, просто нажимаем Enter и мы вошли на сервер. Но также я покажу, как можно подключиться с помощью обычной командной строки, которая есть у каждого в виндоусе. Пишем SSH root собака и после собаки пишем IP нашего сервера. Нажимаем Enter, если у вас высветилась такая ошибка, пишем SSH-Kagan, пробел, заглавное R и адрес нашего сервера. Дальше повторяем опять команду для входа, пишем сквадратуру Yes и вводим также пароль. Он в линуксе не отображается, если вы видите Welcome to Ubuntu, вы вошли на сервер. После того, как вы вошли на сервер, перейдем к установке. Просто копируем команды по очереди и вставляем их в терминал обязательно правой кнопкой. Не используйте сочетание кнопок Ctrl-V. Ноду установим в отдельное окно, чтобы оно всегда у нас функционировало. И также мы будем использовать скрипт от NodesGuru. Копируем просто эту большую команду, вставляем и дожидаемся. Установка займет примерно 15 минут. Если вы видите такую надпись, значит нода у вас успешно установилась. Дальше нам нужно взять IP нашего сервера и перейти в чекер, который находится в гайде. Обязательно выставляем тестнет, вставляем IP нашего сервера, порт можете не трогать и нажимаем чек. Видим, что у нас показывает подключение к ноде, но все показатели на нуле. Сейчас мы будем это исправлять. Возвращаемся в гайд, просто копируем вот этот скриптик. Вставляем его, он быстро выполнится и теперь перезагружаем нашу ноду. Возвращаемся в чекер и обновляем информацию. Как видим, теперь у нас показывают 600 практически ТПСа и также нод находится в стадии синхронизации. Помимо этой информации мы можем посмотреть версию нашей ноды. Как обычно, в конце гайда расположены полезные команды и также я указал полезные ссылки. Если у вас возникнут какие-то проблемы или вопросы, можете заходить в русскоязычную группу в Телеграме и задавать их там. Также оставил ссылки на официальный Discord и документацию. Вы можете все изучить самостоятельно. Также оставил ссылку на Explorer. Тут вы можете отслеживать всю информацию не только по вашей ноде. Еще хотел бы поделиться характеристикой своей ноды. То есть процессор у меня загружен примерно 40-50%. Оперативки не так уж и много она жрет. И памяти занимает примерно 40 гигабайт до синхронизации. То есть вы должны понимать, что после синхронизации она может весить и 400, и 500. Но люди из чата в Телеграме посоветовали брать на 800. Это самые оптимальные параметры. Ставить ноду или нет, решать только вам. Тут у меня конкретно нет никаких рекомендаций. Я просто хочу получить дроп от Суи. И видя, что за последние сутки после моего видео было создано 330 тысяч кошельков, а нод всего лишь 7,5, то тут уже становится все понятно. Не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал. Там вы сможете найти еще больше полезной информации, которой я не делюсь в Ютубе. Всем желаю удачи!